Привет, подписчики! Сегодня мы смотрим очередную серию «Беременна в 16». Но в этот раз это запись с твича, да, с прямой трансляцией. А чтобы не пропускать, надо подписаться на телеграм-канал. Там я всегда повещаю обо всём заранее, чтобы вы знали. Так что, если не подписан, подпишись. Ах да, ещё, каждый из нас знает, что в современном мире всё завязано на IT-технологиях. Многие компании внедряют их в большей или в меньшей степени. Именно поэтому мы наблюдаем такой большой спрос на программистов. Но самое главное, работодатели готовы платить таким сотрудникам отличные деньги. Вот взять, например, профессию разработчика на Python. Так там средняя зарплата у спеца — 140 тысяч рублей. Ничего себе. И очень круто, что благодаря онлайн-школе Skill Factory у каждого есть возможность стать программистом. Курс Python-разработчик отлично подойдёт для новичка, который хочет освоить профессию в IT. Так как этот язык программирования очень прост в изучении. Обучение проходит через реальный опыт кейсов крупных российских компаний. На курсе ты создашь 6 проектов, которые добавишь в своё портфолио. А по окончании получишь диплом гособразца профессиональной переподготовки. Так ещё и карьерный центр поможет с трудоустройством как в России, так и за рубежом. И самое крутое, если ты вдруг не найдёшь работу после обучения, тебе вернут деньги за курс. У этой школы прекрасные отзывы, я уверенно её рекомендую. А ещё скоро Новый год, и Skill Factory не оставит тебя без крутых подарков. По промокоду SnellKick ты получишь максимальную скидку в 50%. Бонус ещё в виде трёх курсов и возможность попасть на День открытых дверей Beeline. Пора действовать. Ссылка в описании. Всё, ладно, погнали. Беременна в 16, 4 выпуск Елизавета Смоленск. Влюблённые, беззаботные, счастливые. Тебе 16, и кажется, всё ещё впереди. Раньше... Мы поняли. Мы всё это поняли ещё в миллиард раз до этого. Привет, меня зовут Лиза, мне 16 лет, и я живу в городе Смоленске. Этот город я очень люблю и живу в нём с самого рождения. Я девушка с характером, терпеть не могу. Привет, Макс. Как оцениваешь ваше прохождение по турниру и как сыграли с темой. Здорово, Сисиско231. Отчискиваю наше всё, прохождение по турниру. Да, не знаю, отлично, отлично. Мы молодцы, у нас хорошая команда. Мы сыгрались. Круто. Круто. Когда мне указывают, что делать, и учат жизни. Друзей у меня почти нет. Так, Пашка, с которым мы росли вместе, ему 23 года. Он работает в трамвайном депо и учится заочно на учителя географии. Привет. Привет. С Лизой мы знакомы уже давно, росли в одном дворе. Мне кажется, что Паша в меня влюблён. Пашка как-то не очень хотел, чтобы его снимала камера. Он шёл такой прям, блядь, да хрэ, нахуй. Слышите, ну-ка, останьте. Как парня я его никогда не воспринимала. Он для меня просто хороший друг. С детства меня воспитывали бабушка с дедушкой. Привет. На, держи. Что так поздно пришла? На, держи бутылку. Иди отсюда, блядь. Я себя предупреждала, что я буду закатками заниматься. Помогать мне надо. Автобус 40 минут идёт. Моя бабушка раньше работала в университете, а сейчас она на пенсии. Просто сразу сходу. Ты чё, сука, блядь? Бабуля, не помогаешь, нахуй. Сказал, что закатками буду заниматься. Иди такой, блядь. Ладно, пойду, нахуй сюда. Она человек старой закалки и постоянно пытается меня строить. Дед, ты прекрати заступаться. Да подожди. Ты вечно. Садись. Он человек проголодался, наверное, а ты тут со своими банками. Не хочу я есть. Я в интернате пообедала. В интернате? Как ты не хочешь кушать? Вот яблоко хочу. Вот ешь. Да. Дед, у бабули под... Всем, блядь, недовольно. Как это не... Как это не хочешь кушать? Ну, ладно, яблоко съем. Вот и кушай, блядь! Кхе-кхе. ...блуком. И боится даже слово сказать. Парень-то у тебя есть? Дед, ты что говоришь? Какой парень? Иногда мне кажется, что мы с ними совсем чужие. Но кроме них у меня никого больше нет. Судьба, в общем-то, у девочки не сладкая. Так, так. Мама ее родила. Ну, с такой бабулей-то, блядь, конечно, нахуй. Неизвестно от кого. Пила, курила. Можно сказать, бросила на нас ее. Мама в моей жизни появлялась редко. Но я ее все равно любила и всегда ждала. Однажды она пообещала прийти и принести мне куклу. Но в тот вечер она так и не появилась. Я ей нарисовала рисунок, положила рисунок, легла спать. И на следующее утро я проснулась, а дедушка был весь в слезах. Я вообще не понимала, но я чувствовала, что что-то произошло. Лизе было 10 лет, когда умерла мать. А когда она узнала, для нее просто мир перевернулся. У меня началась истерика, естественно. Я очень сильно по этому поводу переживала. Но я в обморок даже упала. И с этих пор... Это все из-за куклы? Ладно, хуевая шутка, согласен. Абсолютно точно. Хуево, хуево, согласен. Она просто перестала как бы нас воспринимать. Мне сказали, что мама умерла от сердечного приступа. В 10 лет я почувствовала себя сиротой. Это очень страшно и горько. Мне казалось, что весь мир виноват в том, что у меня больше нет мамы. Мне было очень плохо и одиноко. Лиза стала убегать из дома, находить себе плохие компании, стала курить. Когда я на нее ругалась, она очень сильно злилась. Вот прослеживается вот курева, она вот до добра не доведет. Вот все, кто курит, все не очень. Бабушка не справлялась со мной, и добрые люди насоветовали ей отдать меня в интернат. Какой кот? Но я не растула. Охуенный. Я была только рада. Теперь никто не будет зудить и учить меня жить. Мне скучно. Я устала. Я хочу гулять. Мне так хотелось почувствовать семейного тепла и любви. Я часто представляла, что когда я вырасту, за мной приедет принц на белом коне. Еще коты. И мы будем с ним жить долго и счастливо. Бабушке о своих фантазиях я никогда не говорила. Она все равно бы меня не поняла. Я только поделила... На футболке у девочки, у подруги, видимо, или вот у сожительницы, или как-то это называется, соседки по комнате, написано «Ой, я сделала это снова». ...своей мечтой с Кариной. Она моя соседка по комнате. Если бы я только знала, что и принцы бывают разные. Кстати, мальчик ответил, симпатичный. Так, так, так. Он не против встретиться. Ага. Смотри, ничего себе, мотоциклы любят. Блин. Нихуя себе, блядь. Вот это ничего... В моем окружении никто ничего вообще не любил никогда. Блин, было бы клево, если бы мне не любил. А тут мотоциклы. В интернете я познакомилась... Бля, ебать, нихуя себе. Вот это, вот это, вот это, как это, характеристики необходимые для того, чтобы хотеть быть с кем-то. Нихуя себе. Мотоциклами увлекаются. Ой, как бы я хотел с ним быть. Заебись. С обалденным парнем. Его зовут Влад. Ему 19 лет. А вдруг он и есть мой принц? Отлично. Влад пригласил меня на первое свидание. В какой-то момент мне показалось, что я в сказке. Еще немного, открой глаза, и сказка закончится. Я очень хотела, чтобы мой принц оказался... И Спайс отпустит. ...настоящим. Влад меня заинтересовал, то есть у него была и улыбка такая жизнерадостная, и глаза добрые. Он был высокий, от него еще духами пахло такими мужскими вкусными. Тебе парни когда-нибудь стихи читали вообще? Да, читали, но это... Духами пахло такими мужскими вкусными. Ну вот так я и согласилась на все, что он и предложил мне. Было очень-очень давно, потому что я считаю, что стихи это прошлый век. Ага. Ну иди нахуй отсюда. Ебаный ворот. Ленькая красота. Ага, уточки. Жалко их кормить нельзя. В тот день мы загулялись... Жалко их кормить нельзя. Но меня-то кормить можно. Так что пойдем похаваем, блядь. Поздно. И я опоздала в интернат. Не поеду, я посреди ночи в интернат. Ну, поэтому мне просто даже чисто негде было остаться. Влад предложил просто подружески переночевать у него. Просто подружески приходи, переночуешь у меня, блядь. Ладно, и хуй мой, посадешь еще тоже подружески, если не против, ты, конечно, блядь. И обещал, что приставать не будет. Поэтому я согласилась. Ну, привет. Привет, я тебя по-дружески, я мне может утриться, хорошо? Он мне сделал завтрак в постель. Он мне сделал завтрак в постель, то есть как бы все как джентльмен, как мужчина. То есть у меня это очень обрадовало. Ммм, не соленая. А так вкусно. Ну, посолить надо было. Вообще, очень все было классно, все очень здорово. Ядь не соленая, блядь, нахуй. Вода, блядь, не сырая, ебать. Никто так раньше обо мне не заботился. Я поняла, что влюбилась. Мы с Владом были неразлучны. Все выходные я проводила у него. Я даже начала верить в нашу сказку, пока в замке принца не появилась его мама. Опа! Блядь! Ну, кто ж сочиняет эти оборотики? В замке принца не появилась его мама, блядь. Лиза, ты не хочешь поговорить? О чем? Вот вы что, собираетесь здесь жить с вами? Ооо, как бы да. У Влада трехкомнатная... Подожди секунду, стоп, секундочку. Одну секундочку. Погодите, погодите, не пердите. Они же ровно, блядь, один день там побыли. Он же предложил подружески переночевать. Что за хуйня? Естественно, мать в ахуй. Вы что, типа такая... Вы что тут, жизнь собрали, что ли? Или что за на хуйня? Вы уже тот месяц, блядь? Какого хуя? Квартира. В одной комнате живет он, а в других его мама и сестра с детьми. Понимаешь, что ты вообще еще молодая, блядь? Для создания семьи. Ну, кто говорит о создании семьи? Мама сразу же накинулась на меня с расспросами. Типа, сяду на шею, на ихнюю там... Мы тебя не выдержим. Скажем, прямо, блядь. И вообще, и вообще... Ты знаешь, что он фактически не работает, так, перебивается. Нормально у нас все будет. Это ты так думаешь? Я вообще не понимаю, что будет сделать. Ай, ну, блядь. О, здрасте, Настя. Ну, твоя мама меня законала уже вопросами дебильными. Типа, например, когда была Бородинская битва? Решит за хуйня, нахуй. Я-то откуда, блядь, знаю? Ёбаный в рот. Спрашиваю, типа, что вы собираетесь дальше делать? Я хочу отдельное жилье. Я не хочу здесь жить. Меня не насторожили слова мамы Влада, что он в свои 19 лет нигде не учится и не работает. Наоборот, не захотелось сбежать со своим принцем подальше от всех и начать строить новую счастье. Дырочка на носочке. Смотрите. Все вы видели? Все, молодцы. Сливую жизнь. Мы решили уехать в Воронеж, потому что в Воронеже жила его бабушка и могла как бы помочь. Влад первым уехал в Воронеж устроиться на новом месте. Я тоже готовилась к отъезду. Казалось, я приеду к своему принцу, и мои проблемы забудутся. Но все пошло не так. Я узнала, что беременна. Ясно, блядь. Вот так нихуя себе. В интернате мне что-то резко стало плохо. У меня заболел живот, и я попросила у своей подруги таблетку. Знаете, лекарства. Держи. Покакай. Ты что мне принесла? Я тебе таблетки просила от живота. Она мне вместо таблеток принесла тест на беременность. Я сделала, а тест оказалось, что я беременна. Дай. Две полоски. Я была в шоке. Я смотрела на тест. Кипела. Кипелов тоже в охуе на футболке смотрит. Им глазам. Звони Владу. Бумаги. Что я ему скажу? Снимай видос. Что ты беременна? Слушай, может, второй сделать на всякий случай? Может быть, ошибся. Хочешь, давай схожу. Да, лучше сходи, а то я боюсь, что вдруг ошибся. Я сделала три теста, и все три раза появлялись две полоски. Я просто растерялась. Я не знала, как мне поступить. Если о беременности узнают бабушка с дедушкой, они меня убьют. И самое сложное, как рассказать об этом Владу. А вдруг он скажет сделать аборт? Или решит, что мы с ребенком ему не нужны и не захочет больше меня видеть? А ведь мы должны были начать... Как рассказать? Ртом, блядь. В смысле, как? Новую совместную жизнь. Когда я узнал, что она беременна, я немножко, если честно. Ввиду, конечно, не... Если честно, я немножко охумел, конечно, блядь. Я не думал, что когда без гандона трахаешь девочку, блядь. Ну, короче, такие потом случаются, блядь, ситуации вот такие. Неожиданные немножко, которые заставляют немножко охереть, блядь, конечно, да. Ну, а что, ну, а бывает, блядь, конечно, хх... Подал, написал, типа, ну, класс, да, супер. Ебать сидит. Ха-ха-ха. Ебать, верно. Дефолтная. Вы же тоже, ну, у вас такое же бывает. Домой заходите, типа, нахуй стул, нахуй кровать, блядь. В угол сел, блядь, и посидел немного. И я подумала, что вот, наконец-таки, забудется моя мечта, и у меня появится семья. Влад сказал, никому не говорить о наших планах. Я согласилась, ведь счастье любит тишину. Но я и не подозревала, что на самом деле Владу есть что скрывать. Он не умеет харкать. Это главный его секрет. Бабушке и дедушке о своей беременности я не рассказала, потому что уверена, что бабуля закатит истерику. Кроме Карины в интернате тоже никто не знает. Врачу я решила, что пойду в Воронеже, и там же встану на учет. Оставалось несколько дней до моего отъезда, и начало нового. И вот мы, блядь, не беременна, что смотрим, а похождения Геральта, блядь, из Ривии, да? Пришел он в какую-то деревню, где происходит какой-то пиздец. Счастливой жизни с Владом. Грустный. Но вскоре мне стало известно то, что Влад от меня скрывал. Здрасте, а вы кому? Я к Ладу. Я мать его ребенка. Да-да-да, вот обычно так и бывает. Идешь ты в подъезде, вдруг заходит какая-то другая девочка, блядь, и вы такие начинаете разговаривать, блядь. И оказывается, что вы из одного и того же, скажем так, ситуации выстроились. Я про это слышала, и мне как бы... Можно я пройду? Нет, нельзя. Я пришла к матери Влада забрать кое-какие вещи, и наткнулась на бывшую девушку моего парня, Анжелу. Влад мне сразу сказал о том, что у него есть дочка маленькая, типа, примета. Я хочу тебе пред... Чего, блядь? Чего? Это что такое? Пацанчик-то 19 лет, это, блядь, у него второй ребенок уже готовится на подходе. И он еще говорит, я, конечно, я, конечно, охуел, бля, когда узнал, что она беременна, блядь, 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 блядь. Ну ладно. Предупредить, видишь, на что я встала, и ты не наступай на мои грабли. Влад Содержанец, он привык, что его содержат, что ему покупают красивые вещи, что ему дают подарки, как делала это я, что его вводят в парикмахерскую на стрижку хорошую, что он одет чистенько, что его хорошо кормят, как бы, ну, он не семейный человек. Вот вот сейчас можно сказать, что я его выгнал, он меня не бросал, но он всем расскажет, что он меня бросил с ребенком. Ребенок. Это важный момент. Я хочу, чтобы вы знали, что я его выгнала, а он всем говорит, что это он меня бросил. Вот мне вообще как бы похуй на это, да, но знаете, нахуй, что это не так, блядь, сука. Это не Влада, это, во-первых, она даже сама это говорит. Ебать, фон, подожди секундочку, нихуя себе. Посмотрите, какой охуительнейший фон. Это шикарно, я считаю. Это не Влада, это, во-первых, она даже сама это говорила ему. Ну, вот когда они уже расстались, она ему написала, говорит, я хочу записать, ну, ребенка на отца, который есть. Ты, я пройду? Нет. Хоть кто-то что-то понял вообще, нахуй, что она сейчас говорила. Рядом, пухой, да? Руки-руки-руки уграла? Убирай. Анжелу я не воспринимала вообще никак, ну, потому что, как бы логически подумать, она бывшая девочка моего парня. И поэтому я вообще к ней относилась очень плохо. Ого, блядь. Подождите, это что такое сзади? Вот это вот красненькое подсвеченное. Только не говорите, что это банки, закатанные бабулей, блядь. Это же, это оно и есть. Господи, операторы, живите вечно, прошу вас. И Влад мне много про нее плохого рассказывал, как она и ребенка кидала, как и так, и так. Ну, поэтому я ее сразу не взлюбила. Эта Анжела реально неадекватная. Убеждала меня, что Влад обманщик. Но я ее даже слушать не стала. Она явно мне завидует. Хорошо, что я завтра уезжаю в Воронеж. Чтобы не спалиться, грубо говоря. Да, обычно вот так вот и советуют по-дружески чисто. Как и приглашают по-дружески переночевать, так и советуют по-дружески, что не надо туда ходить и просто выталкивают нахуй с подъезда. В интернате то, что я сбежала там с огромными чемоданами, я позвонила Паше и попросила, чтобы он отвез меня на вокзал. Детство закончилось. Будет ребенок. Кто он? Парень, кто? Что это за ужас? Ты хочешь оставить ребенка? Что мы ей сбудем? У тебя иначе ребенка отбудет. А это я... Извините, пожалуйста, я салиблядь. Пошу прощения. Привет. Привет. Ну что, поздравь меня. Я был в мыслях. Спасибо, что забрал. Я переезжаю жить в Воронеж. В общем, у меня начнется новая жизнь. В общем, короче, ну, начну с того, что, в общем, я беременна. Ну, поздравляйте. Ой, спасибо. Сык. Конечно, большое. Я когда узнал, что она беременна, ну, для меня это было неожиданно, конечно. А Воронеж чего? Ну, переезжаю жить к отцу ребенка. А ждет он тебя там? Да. А познакомилась как с ним? Ну, нашла в интернете, просто там фотографии его посмотрела. И все? Поддерживаю секс с дедом. Лайкнула, написала, ему так и познакомились. Он меня, правда, всю дорогу задолбал с вопросами о том, что... Да как я поеду в чужой город? Да что там со мной случится? Там, в общем, свои сказки мне заливало. Не стоило бы торопиться так. Сказки? Ну, почему? Вроде знакомство в интернете, малые знакомые. Ну, и что? А Воронеж же в тебя никого там нету. Да все хорошо будет, не надо кипиш устраивать. Смотрите. Бля, я не могу. То есть она познакомилась с каким-то челом в интернете, залетела, собирается ехать в какой-то другой город и говорит, да все нормально, все окей, вообще все заебок. Никаких проблем не ощущается и не ожидается. Я говорил ей, что не стоит лучше туда ехать, потому что хорошим это не кончится. Раз он уехал от тебя, значит, ты же не нужна ему. Паша, ты что, ебу дал нахуй? Ты куда? Ты чего? И сует свой нос. Спасибо тебе большое. Я пойду. Спасибо. Ладно. Давай. Давай. Паша, Паша, иди отсюда. Иди. Тебе же одолжение. Я не чувствую, но меня не мешает то, что ребенок не от меня. То есть я готов ее принять даже с не моим ребенком. Тебе же одолжение сделали, Паша. Ты что, ебудал нахуй? Ты чего, бля? Я ей говорил о том, что будь со мной. Сколько не уговаривал, она все равно поехала. Была бы возможность, за ней бы поехал. Паша со своими признаниями был совсем не в тему. Но довольно скоро я о нем забыла. Ведь впереди была долгожданная встреча с Владом. Когда я приехала в Воронеж, Влад меня даже не встретил. Вот это неплохо. Они, конечно, эффект подобрали для того, чтобы телефонный звук изобразить. Мне прям прикольно. Блин, блин, нафиг понравилось сейчас. Я не расстроилась, что Влад не встретил меня на вокзале. Наверное, он дома готовит мне сюрприз. Поэтому не успел приехать. Телефон его молчал. Может, разрядился? Мой принц наверняка подготовился к моему приезду. Ну, естественно. И уже придумал, как обеспечить наше будущее. Подготовился. Кто там? Ебаный ворот. Ой, проходи, Визочка. Здравствуй, здравствуй. Все-таки нашла я эту бабку. Пришла к ней. Она сразу меня встретила с объятиями. Там показала мне... Где она теперь будет убираться постоянно? Мой маленький уютный уголок. Размером, не знаю, с мою ногу. Вот так вот мы тут и живем. Что это за ужас? А спать мне где? Ну, немножко надо будет потерпеть. Вот у меня матрас есть. Я сейчас тебе покажу. Полежишь, тут поспишь первое время. Там были ужасные условия. Спать на полу. Есть. Так про есть я вообще молчу. Там есть вообще нечего было. Вот, видишь, как души. Вы издеваетесь? Ну, вы поняли, почему там есть нечего было, да? Что ли? Я вообще-то беременна. Как беременна? Ну, вот так вот убеременна. Это что ж такое кольцол хат какой-то. Даже ничего он мне не сказал про это. Ай-яй-яй, что ж делать? Где вообще? Бабуля-то явно не нанятый актер-то совсем же, да? Че, Влад? Почему он меня не встретил? Я была в ужасе от условий и злилась на Влада. Он не только не встретил меня на вокзале, но и ничего не подготовил к моему приезду, зная, что я в положении. Со слов бабушки, он, оказывается, еще и на работу не вышел. Эй! Привет. Привет. А это кто? Привет, как у тебя дела? И ты, блядь, ну, ладно. Привет, Нормана. Как себя чувствуешь? А ты кто вообще? Это сестра, я тебе про нее рассказывал, там еще. Я им по работе помогаю. У меня же с документами такая фигня, то, что мне не судимость надо делать, и медкнижку, и диплом еще я не забирал. Ну, короче, там трэш полный. Ну, мы еще разберемся, мы еще походим, конечно. Нормально будет. Да, ты как себя чувствуешь? Нормально, ну, так немножко мучить. Двоюродная сестра Влада Юля, хоть и помогает ему в поисках работы, но пока безуспешно. Судимость, да, я тоже вот услышал про судимость. Судимость еще, то есть, ребенок уже есть, плюс какая-то судимость. Ну, ладно. Я же до сих пор не была у врача, и очень переживаю, все ли нормально там с моим ребенком. Ну, вот, видишь, надо что-то делать, надо что-то придумать. О, как сходилось? Блядь, где они живут, нахуй? В подъезде или что это за хуйня? Беседование. Спасибо. А че так грубо? А как? Можно я уже взял? Ну, что ты взял? То, что есть на столе, у меня больше ничего нету. А ты не работаешь, мог бы хотя бы копейку принести домой. Можно я уже взял? Че, блядь? Что? Влад, так нельзя. Копейку принести домой. Че, че, че? Влад, так нельзя. Разберусь. Работать. Я тебе говорю, у меня с документами. Значит, надо делать документы и что-то решать. Че ты мне одно и то же, каждый день? Влад, работать надо. У бабушки пенсия маленькая. Мне осталось еще две недели до пенсии, а у меня осталось... А ему бесполезно. Тысяча в кошельке. Что мы есть будем? Вот все, что есть. Даже хлеба купить будет не за что. А ты ходишь, гуляешь. Меня больше всего обижало то, что Влад не стремился работать. Он даже не хотел как-то попытаться, постараться заработать хотя бы копейку. Мне что-то подсказывает, что с Пашей у них там будет невероятно удивительно приятная, счастливая жизнь. Чтобы купить тот же самый хлеб. Не говоря о том, что мне нужны были какие-то витамины, мне нужно было к врачу сходить, на учет встать. Он об этом даже не подумал. Он ходил кушать к своей двоюродной сестре. Кушать ходил к своей двоюродной сестре, Паша. Я сидела голодная. И то есть его это вполне устраивало. Через неделю у нас совсем закончились деньги. Есть было в буквальном смысле нечего. И занять уже не у кого было. И Влад не работал. И пришлось уже есть бабушкины крупы. Я уж подумал, пришлось есть бабушкины ноги. Которые стояли очень долго. Курим, значит. На сигареты деньги есть, а на еду нет. И что? Будешь опять сжать эту кашу. Не, ну еще с того, что я лучше голодный буду сидеть, чем без сигарет. Ну, правильно. Блядь, ну гений нахуй. Гений. Начито с того, что я, блядь, нахуй буду умирать, но без сигарет я ее, но вы поняли. Могу купить не витамины. Смотри. Давай рассуждать логически. Так, так. Ты хочешь жрать, я хочу жрать. Даже бабуля хочет жрать. Так. Работать я пока не могу. Вот сейчас по факту даже тебе просто с пузом реально проще будет кота устроиться, чем мне. А, то есть ты меня... А! Красава, ебаный в рот. Ну просто охуенно стелит. Я с пузом отправляюсь на работу, а сам ты будешь сидеть, пинать, грубо говоря. Извини меня. Почему сидеть? Ну почему пинать? Я начинаю пожарать. Да, я могу постоять, могу полежать, ебаный в рот. Могу сесть в углу, я уже показывал, как я умирал. Сама знаешь, я целыми днями только делаю. Хожу туда-сюда и смотрю, где, что, как, куда. Целыми днями ты только сидишь и куришь, сидишь, в телефоне и пинаешь, как я уже сказала. Ну смотри, есть варианты. Приятного аппетита. Благодарствую. Благодарствую. Смотри, какие вариантики есть у нас. Тигареты за 115 рублей, нормально. Может, я их нашел вообще? А все, что и еду не нашел. А, логично, логично. Бля, пиздец, просто, просто, 0, 0 съемок, вообще, 0 съемок. Все, все случайно. Ну что по работе думаешь? Я, конечно, попробую. Но, во-первых, ты, наверное, сам понимаешь, что мне тяжело. Малыш, на первое время, на первое время, чтобы хотя бы что-то было. Когда я слышу, как Ласково он называет меня малыш, забываю все плохое и верю в лучшее. Кошмар. В отличие от Влада, работу я нашла сразу. В пятницу. Здравствуйте. Я бы хотела устроиться у вас на работу. Один минус. Весь день нужно было проводить на ногах. Я устроилась посудомойкой в кафе. Кипело там просто такой, да хоре, блядь! Я хочу петь! Чувствую я себя, с каждым днем все хуже. На работе приходится таскать тяжелые подносы с грязной посудой. И к вечеру у меня сильно тянет живот и болит спина. Но другой выхода пока... В этом виноваты все вокруг, я думаю, да? Ну, делаем такой вывод. Логичный, как и у них там все. Да нет, Влад работу еще не нашел. Денег, что я зарабатываю посудомойкой, нам не хватает. Поэтому я устроилась на вторую работу. И вечером клею листовки с объявлениями. Влад даже в этом мне не помогает. Он либо целый день валяется в постели, либо пропадает у Юли. Отношения с Владимиром... Ну, как мы знаем, двоюродной сестры. У нас все ухудшались. У нас постоянные были ссоры. Прекрати ты петь! Ты же петь сама куришь, потом на меня петь. Хорош! Я не хочу, чтобы ты сейчас курил. У меня это бесит! А я беременна, мне не нравится, что ты куришь! Ты сама куришь, алло! И что? И что? Мне хочется, у меня нервы, гормоны играют. Ты что творишь? Руки не распускай! Вообще не планировала как бы длительное. Что-то затянулось, что не знаю, как. Так она тоже курит. Вы поняли? Она тоже курит. Долго вся эта история тянулась. Скандалы с Владом происходят все чаще. До врача я так и не дошла. Не было ни сил, ни времени. Я голодная работала. У меня и токсикоз был, у меня и тошнила периодически, и спина ломила. Двоюродная сестра Юля посоветовала мне ради ребенка вернуться назад в Смоленск. Да-да-да, пиздуй в Смоленск! Слушай, давай, там все будет хорошо ради ребенка. Потому что недоедание и нервы могут навредить малышу. И Влад ее тоже поддержал. Малыш, все будет хорошо, я обязательно за тобой приеду. Я найду здесь работу, подниму немножко денег, заработаю. Я приеду за тобой, заберу тебя из интерната. У тебя на другой руке тоже будет колечко. Малыш, мы пойдем в ЗАГС и поженимся, все будет замечательно. Сейчас тебе нужно ехать в интернат, потому что там ребенка будут кормить. Я не хочу одна ехать, и как ты здесь один будешь без меня? А ребенку сейчас витамины нужны. Вот, тем более. Я денег подниму, я сразу приеду. Помогите! Нормально все будет, снимем, хату зазовем. А как ты сейчас один будешь? Сейчас как? Ну там потихоньку наклевывается, сейчас уже разберусь. У меня по документам уже получше. Хоть в последнее время мы много ссорились, Влада я... Помогу! Чем смогу? Я все равно люблю. Поэтому не хотелось расставаться с ним и возвращаться в интернат. Но другого выхода не было. Я вообще была подавлена, потому что Влад остался неизвестно где, неизвестно с кем, неизвестно что он там будет делать. Я очень уезжала оттуда, ну, со слезами почти. 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 Вот чуть-чуть, вот чуть-чуть не было слез. Но вот еще бы чуть-чуть и были бы слезы. После моего побега из интерната разразился целый скандал. Многие воспитатели из меня получили выговор. Теперь, чтобы вернуться назад, да еще беременной, мне нужно уговорить директора. Блядь, я думал, что с поезд в поезд вхуйнет, если честно. Мне так стыдно и страшно с ней разговаривать. Вдруг директор не разрешит мне вернуться в интернат. Что я тогда буду делать? Так. Да-да, войдите. Лина, его естественно можно? Да, Лиза, пожалуйста, присаживайся. Здрасте. Слушаю тебя. Я не знаю, что мне делать. Я когда сбежала, я узнала, что беременна. Неожиданно. Это неожиданно. Неожиданно, особенно эти камеры ебучие, которые у меня тут в кабинете, блядь, уже час ебутся. У нас все были другие планы. Ты у нас победитель конкурса. Мы думали, что ты пойдешь учиться дальше. Я тоже думала. А ты была у врача? Нет. Победители конкурса? Какого конкурса? Какого конкурса? Чего? Значит, нужно срочно, срочно обратиться к врачу. Ты хочешь оставить ребенка? Да, конечно. Ты не хочешь бросать учебу? Нет. Я хочу оставить девятый класс. И растить его дальше, да? Ну что, Лиза, сегодня ты пока что иди на занятия, хорошо? А завтра твой классный руководитель с тобой вместе сходит к врачу и постарается решить твою проблему и помочь. А дальше мы подумаем, как нам быть. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. На следующий день у классного руководителя... Пока единственный приятный персонаж, это вот эта вот женщина была, да? У водителя были занятия. Поэтому в поликлинику я пошла с двоюродной сестрой Настей. Мы с ней не очень близки. Но все равно, хоть какая-то поддержка. И сейчас очень важно смотреть за ребенком. Будет еще КТГ тебе делаться, то есть смотрите, такая процедурка. То есть все, пожалуйста, в доктор уходи и все делай, ладно? Договорились. Потому что все-таки, как бы там ни было, Лизочка, ты еще физиологически не совсем зрелая, так? И поэтому силы организма еще такого нет. Несмотря на то, что ты у нас внешне такая вся уже готовая, маленькая еще, да? Лиз, понимаешь, детство закончилось, когда ты стала решила стать мамой. Очень много проблем, а материнство это ответственность, к сожалению. Хочется, не хочется. Врач сказал, что нельзя было так затягивать с походом в поликлинику. Сегодня меня, наконец, поставили на учет и взяли... Прости больше. Храни Господь. Подъехал чаек. Друзья мои, без чайка нельзя. Нельзя без чайка такое смотреть. Нельзя. Все, включаем. Все анализы. Значит, Лизочка, белка нет, значит, почки твои срабатывают. Это первое. Но почему-то в моче очень высокий уровень сахара, глюкозы. 2,8, это кошмар сколько, да? Получается, ты чего-то наелась, очень много сладкого, отцу тебе и плохо. У тебя гипотермия. Я не заподелилась. Сладенько кушаю. Нет, моя солнышка, нельзя для беременности. Скидробное, 5-разовое питание. Много глюкоз в крови. Вот сейчас мы посмотрим. Все, уже все. Самое болезненное. Все, Лиз, все. Также мне сделали первое УЗИ. Когда на экране я увидела своего малыша, то поняла, ни за что от него не откажусь. Как бы тяжело мне не было. Я когда в первый раз увидела на экране мою ляльку, я обрадовалась так. Ну, все-таки мое, такая маленькая, то, что я даже не знала, что у меня в животике такая живет. Где-то через часик перемерь давление. Спасибо. Спасибо. На низу сейчас заберите все анализы мочи и кровь из пальчика. То, что мы сделали, мы вам все отдаем. Осталось самое сложное. Сообщить бабушке и дедушке о беременности. Я хочу переехать жить к ним. В моем положении дома будет лучше, чем в интернате. Чуть не умер. Надеюсь, бабуля будет не против. Дед, давай, собирайся. Да, хорошо. На дачу поедем. Помог тебе. Давай, обувайся быстрее. Обуться-то не поможешь. Нам еще с тобой в магазин надо зайти, купить. Ну, понятно. Давай, пошустрее. Давай. Хорошо, одеваемся. Что там? Открывай. Сейчас, спасибо. Ой, заходи. Привет. Да, давно что-то тебя не видели. Явилась. Не запылилась. Ты пришла, давай, иди, собирай вещи. В интернат переселилась? Переселилась. Вот, забирай свои вещи, потому что мне надо делать ремонт. А у тебя там все набросано. Бабушка в своем репертуаре. Прямо с порога начала выносить мне мозг. А если она узнает о беременности? Я сразу знала, какова будет ее реакция. То, что она начнет ругаться. То, что как так? Я такая маленькая. Образования нету. Чем я кормить буду ребенка? Ну, все равно пришло время, когда мне пришлось сказать об этом. Бабушка, ты скоро станешь пробабушкой, я беременна. Что ты сказала? Беременна я. Что? Ты дай его. Что? Когда мои бабушка и дедушка узнали, что я беременна, они сказали, что были в шоке, это ничего не сказать. Ну, у бабушки даже сердце заболело. То есть, вообще, то есть, стареоза был для всех. Боже мой. Стресь. Ну, стресь у них был стресь небольшой. Вот, для всех. Что ты собираешься делать? Кто он, парень? Кто? Кто, кто? Любовь моя, всей жизни моей. Как зовут ты его? Бабуля, просто махуя, блядь. Как зовут ты его? Владислав. Где ты собираешься жить? С ним. Ты сюда его хочешь притащить? Я не хочу его сюда притаскивать. Кто сказал об этом? Ну, я так вижу. Я, конечно, была в шоке. Очень на нее ругалась. Несмотря на то, что я на нее очень злилась, мне все равно ее было жалко. Но я принципиально, раз она беременная, стала себя считать взрослой, то пускай по взрослым и поступает. Сама себе уже начинает заботиться. Меня в квартиру они не пустили, поэтому и мне пришлось вернуться обратно в интернат. Охуенно. 20 недель. Я вернулась в интернат, экзамены наносу. Приходится подтягивать учебу, ведь я много пропустила. Настроения совсем нет. Еще и Влад ведет себя как-то странно. Блядь, башкин ноль вообще, пиздец там. Просто ветер. Я даже не знаю. Ветер и то, наверное, более логичный и осознанный, чем то, что она нахуй делает. Редко мне пишет, а в последние дни вообще не выходит на связь. Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Ой, хорошо. О, задолбал. И это Паша. Как узнал, что я вернулась, пишет каждую минуту. Но я не отвечаю. Нет настроения. Постоянно меня заваливало смс-ками. И я даже не знаю, откуда он узнал, что я приехала из Воронежа. Узнал о том, что она вернулась из Воронежа. Сказала Карина. То есть она не хотела говорить, но проговорилась. Паша там маньяк ебаный. Вы видите, нет? Он же маньяк нахуй. Меня достать решил не только Паша. Я была тоже удивлена, что мне Анжела написала. Мы с ней никогда не общались. И тут она мне вдруг написала. В соцсетях я ее нашла. Я ей написала. Я говорю, Лиза, я бы на твоем месте от Влада бы не рожала. Анжела была в курсе, что я беременна и живу в интернате. Так она же, блядь, уже на 20-й неделе. Вы что, в смысле? Я бы на твоем месте. Так ты уже на ее месте была и родила, блядь. А мой парень остался в Воронеже. Подкалывала меня, типа, поэтому он и не вернулся в Смоленск, что с кем-то там встречается. Возможно, Анжела до сих пор мне завидует. Но у меня закрались сомнения. Я знала пароль от страницы Влада. Я залезла к Владу на страницу и нашла переписку. То, что Юля не сестра Влада. А оказывается, то, что у них там роман. И вообще там все очень запущено. Ебать, они ее наебали, как бомжи. Как бомжи. Я даже не знаю. Я даже не знаю. Я даже не знаю. Просто кошмар, блядь. Он ее звал и в гости там, и приглашал куда-то сходить. Также он предлагал сделать Юле массажик и слал поцелуйчики и сердечки. Сестрам такое не пишут. Значит, Анжела была права. Я чувствовала себя глупой и униженной. Алло, Влад, слушай, ты ничего мне не хочешь рассказать? Да. Я кое-что узнала. Слушай, не хочешь мне сказать, кто такая Юля? Я читала переписку. Не надо мне врать. Начала к нему кидать претензии. То, что вот Юля не его сестра. Он меня послал куда и подальше. Он сразу же меня бросил. Сказал, что прощай и никогда не пиши мне, и не звони. То есть прекратил со мной общение. Лизу я хотел как бы слить, потому что была другая девушка. Че за чел, блядь? Лизу я хотел как бы слить, потому что... Ну, нахуй вы видели? Вообще нету верно. Начала страдать. Я постоянно плакала в подушку. Потому что вот я люблю Влада, я никого не могу больше полюбить. Вот как ни крути, я постоянно по нему скучаю, пересматриваю фотографии. Мне звонит Лиза. Я беременная, он нас бросил туда-сюда. Я говорю, ну, молодец, что я могу тебе сказать? Я тебя предупреждала. Да, нужно было тебя слушать. Влад заблокировал меня и в телефоне, и в соцсетях. Я была... Слушай, это она такая маленькая, блядь, или такая дверь ебейшая огромная? Нужно было тебя слушать. Влад заблокировал меня. Это что за... Или ракурс такой, или что, блядь. И в телефоне, и в соцсетях я была в отчаянии. От безысходности я решила поговорить с мамой Влада. В принципе, я предполагала, что может быть все, что будет. Я тебе об этом говорила, но меня не слушала. Начала мне заливать подавод. Я тебя предупреждала. То, что ребенка сделаете. И вообще... Меня это очень взбесило. Что? А что у вас? Что у него ведь? Извините. Что у тебя было? Он просто сейчас как бы убедилась, что это реально был обман. То, что он действительно сказал, что это... Просто не нужно в 16 лет беременеть. А вообще нужно думать головой прежде, чем это делать. Если честно, то я считаю, что лучше, может быть, сделать аборт. Нихуя себе базу выдавила просто в своей красной комнате. Чем? Например, ребенок будет расти непонятно что и непонятно как. Вот. После расставания с Владом я только начинаю приходить в себя. Мысль о ребенке придает мне сил. Я поскорее хочу узнать пол малыша. Вроде как девочка, вот они валят головы. Ну, что, здесь нет, вроде как девочка. Что там еще видит? Свердечко. Видишь, сердечко берет. Я очень сильно хотела мальчика. Но когда я узнала, что будет девочка, я немного расстроилась. Ну, в принципе, как бы без разницы. Мальчик, девочка, все равно ребенок, все равно что. За последние месяцы я еще сильно прибавила в весе. После голодовки в Воронеже теперь отъедаюсь. А до этого была пиздец какая. Хлодыха, ебанюш. Семьдесят семь, пятьсот, ложись под кушечку. А рост какой у тебя? Метр пятьдесят шесть. Сто восемь. Вот, я вспомнила ночью, я сегодня проснулась. У меня так болела голова. Очень ужасно. Больная боль у тебя есть, да? Да. Но, несмотря на все сложности... Извините, там пухают. В общем, моя беременность протекает нормально. Не думать о Владе мне помогают школьные занятия. И я с головой погрузилась в учебу. Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами пишем итоговую работу по русскому языку. Это будет сочинение на тему, что такое доброта. В конце вы получите итоговую отметку по русскому языку. Сдать экзамены стало моей главной целью в этот период. Ведь нужно было думать о своем будущем и о ребенке. И у меня... Стоп, 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 стоп. Ведь нужно было думать о своем... Это что там за чем сидит? Это не Владик случаем? А? Или что? Наверное, нет. Просто похоже. В будущем и о ребенке. И у меня получилось. В этот торжественный день аттестант об основном общем образовании вручается выпускнице 9 класса Петровой Али. Аттестант об основном общем образовании вручается в торжественной Елизавете. В конце, блядь. Отношения с бабулей у меня пока натянут. Но мне очень хотелось поделиться своим успехом с ней и с дедом. Чтобы они знали, что я даже беременная получила аттестант с хорошими оценками. Алло, дедушка, привет, это Лиза. Да, привет, я новая дедушка. Очень заказанно, но я вообще не видел новости. В общем, у меня выпускной прошел. Лиз, понимаешь, детство закончилось, когда я просто решила столкновение. Мне получили аттестант, я закончила 9 класс, хорошо? Дедушка меня очень долго поздравлял, прям много текста говорил. Бабушка меня не поздравляла, потому что у нее что-то болело. Я, конечно, ожидала от бабушки более теплой реакции. Но зато слова деды меня очень подбодрили. Было приятно, что хоть кто-то за меня рад. Но, как оказалось, поздравить меня хотел еще один человек. Манечела Паша. Привет. Поздравляю тебя с окончанием школы. Спасибо. Даже удивилась, что я приехал. Рада была. Я рад, что она закончила школу. Как дела у тебя? В общем, вручили мне аттестат. Все нормально, оценки хорошие. Слава богу, смогу поступить. Ну, это хорошо. Шарики уже все выпустили, а у меня у одной осталось. Ну, останется как подарок. Ага. Ага. 300 неделя. Паша маньяк, ребята. Тысяча процентов, нахуй. Влад за все время так и не вышел на связь. Я понимаю, что воспитывать ребенка буду одна. Поэтому после окончания девятого класса, чтобы не терять год, я поступила в колледж на парикмахера. Красиво. А можно сделать здесь, чтобы красиво было. Это сделать с помощью начеса. Сейчас сядете и будете тренироваться на манекенах. Мне нравится учеба в колледже. По случаю моего поступления, наши общие с Кариной друзья пригласили нас в гости отметить это событие. Поздравляем тебя. Спасибо. Только я вот теперь не знаю, что делать. Надо будет брать академический. И дальше. Чего ты, дурака, валяешь? Надо бабушку, дедушку привлекать ко всему. К ответственности, нахуй. Воспитали, блядь. Бабушка, дедушка, я как бы с ними сейчас общаюсь, но как бы так, мы с ними не очень. Мне кажется, как внучка родится, возможно, бабушка отстынет как-то. Мужика тебе надо. Паша, блин, ну Паша, он мне, я его ценю реально как друга, но как мужчина он меня не интересует. Как деньги-то зарабатывать? На что жить? На что дитё кормить? Мужик нужен хороший, работящий, как Пашка наш. Девчонки мне постоянно навязывали этого Пашу. Я уже не могла, я уже есть спокойно не могла, они мне всё про этого Пашу навязывают. Вот, мне это очень не нравилось. Вообще, как бы, тебя иначе ребёнка отберут, если не найти путного парня. Эта мысль мне самой не даёт спокойно спать. Из-за того, что я не совершаю... Охуенный план, как швейцарские часы, да? Сейчас, походу, видимо, всё-таки Паша станет резкой вариантом. А кто говорил вначале об этом? Ну, кто? ...ребёнка, органы опеки, малыша у меня могут забрать. 33 недели. В последнее время мне часто звонит Анжела. Она поддерживает меня, потому что мы обе оказались в одинаковом положении. Ну и, конечно, в разговорах со мной часто затрагивает Влада. Говорит, как... Где, блядь, они живут? Что это за нахуй? Какой он козёл? Мне это слышать неприятно. И даже больно. Но обижать я её тоже не хочу. Поэтому просто молчу. Позвонила Анжела. И я решила, почему бы не сходить с неё в магазин. За детскими вещами. Мы с ней договорились, встретились. Смотри, дайте. Не, зелёный это не... Розовый надо смотреть. Ну вот, смотри, бодик такой. Это большой какой-то он. Ну, тебе всё равно на розе тоже надо? Ну да. Помнишь, когда вначале она говорила, что у неё друзей почти нет? И у неё всегда есть на всё своё мнение, блядь. Когда они нам начинали что-то встречаться, он и приготовил яичницу с водой. Она сказала, что вкусно, но без соли и вообще хуйня какая-то ебаная. И так, в принципе, по поводу всего вообще. Просто вот любое, любое приложение закидывают, всё не так, всё не то. Но это попозже. Такие уже? Да, в принципе, холодно будет. Бим-бим. Надо? Не. Блин, тут столько вещей классных. Мне так все нравятся. Вот хочется все купить. Сейчас я с ней общаюсь. И поэтому только что отказалась от 18 вариантов, которые ей предложили. Это жалость какая-то. Может быть, это просто, что я такой человек, как бы, что я всегда помогу. Целый день мы с Анжелой проходили по магазинам и накупили малышке много вещей. А потом Анжела снова затронула тему с Владом. Показала фото, где он и Юля целуются. И подпись. Малыш, ты же знаешь, как я тебя люблю? Он же меня называл малышом. От этой фотки мне стало неп... Ах он, сука! Я не малыш! Блядь! По себе. Я как в тумане дошла до интерната и не могла всю ночь уснуть. А утром по дороге в колледж у меня очень сильно заболел живот. Я не могла идти и еле доползла до первого попавшегося здания. Мне сложно тебя, конечно, просить. Можешь ты срочно подъехать? Ни до Паши, ни до Карины я не дозвонилась. Я вспомнила, что здесь совсем не... Сейчас она в каком-то другом местечке-то, да? Чилит нахуй, отдыхает. Ко живет моя двоюродная сестра Настя. Когда я ей набрала, она сразу же приехала. Мы вызвали сразу скорую. Я думала, что все, уже у меня схватки, я рожаю. Она себя чувствует не очень хорошо. Ну-ка! Дай-ка! Второй раз не подъебешь. Мне нравится, что она говорила, что они не близко общаются со своей двоюродной сестрой. И эта сестра постоянно с ней рядом, когда ей тяжело и сложно. Охуенно! А как часто толкаются? Чаще всего, когда вот спокойствие у меня, когда я лежу, вот, ну, чаще всего вечером, перед сном я лежу, то есть, и начинает пихаться уже. Вас посмотрят и гинеколог, и сделают УЗИ, и тогда мы поставим какой-то диагноз. Мне еще и в больнице плохо стало. Врачи осмотрели меня и сказали, что у меня угроза выкидыша. Поэтому в интернат меня не отпустили, а сразу положили в палату. Ну, вот, обследовалась я, то есть, все это время Настя находилась со мной. Пока я спала, Паша увидел мой пропущенный звонок и названивал мне. Настя ему ответила и рассказала, что я попала в больницу. Здравствуйте. Я хотел, не знаю, что Долженко проверить. Хотел проискать самочувствие у нее. Какое на палате лежит? Она себя чувствует не очень хорошо. Ну, когда я узнал, что она попала в больницу на сохранение, я прошел туда в больницу. Ну, я сообщил бабушке с дедушкой. Бутерброд. Ну, привет. А что вы здесь делаете? Вот как ты сама здесь очутилась? Я не помню вообще ничего. Я очнулась и оказалось, что передо мной бабушка с дедушкой. Я вообще не ожидала их увидеть. Ну, вот узнали. Оказывается, что ты в больнице лежишь. Что у тебя была угроза выкидыша. Паша, твой друг, умница, мальчик, проявил заботу. Ну, ты лежи, не волнуйся, не волнуйся. Паша об этом рассказал мне, потому что мальчик... Бля, я прям вижу короче сюжет фильма, причем хоррора, причем жуткого такого триллера, хоррора детектива, где начинается все с рассказа Паши, сидящего на допросе. О том, как все было. Где он сидит и такой спокойно, как он в своей манере, дает условное интервью. Ну, в данном случае допрос. И начинается фильм. Где все начинается с того, что просто девушка там беременная, у нее там какие-то сложности в жизни туда и сюда, а он, будучи максимально социальным типом, маньяком, пытается внедриться в доверие ко всем близким, чтобы все друзья, все говорили, что надо, надо. Ну, а потом делает всякие бесчинства, ужасы всякие. Потому что он реально похож на маньяка, блядь. Вы посмотрите на него, просто посмотрите на него, блядь. Когда он, как он двигается, как он разговаривает, вначале как он ходил, то есть он там шел забитый, чтобы его никто не трогал на свою работу и т.д. Ну, короче, пиздец. С детства ее любит, в детстве за ней бегал, но тайно прямо ее любил. И стал ее опекать уже будучи беременной, когда понял, что ее парень бросил. Прибежал, сказал нам, что она в больнице. Я побежала туда с дедом навещать ее. С врачами разговаривала, что да как, как протекает беременность. Вот, были определенные сложности. Ну, сейчас уже угроза миновала. Как бы все уже стабилизировалось, состояние стабильное. Главное, не волнуйся теперь. Потому что раз ребенок есть, он должен родиться здоровым, нормальным. Можно и поедать. Я надеюсь, что наличие ребенка в твоей жизни изменит как-то твою жизнь. Уходя, бабушка с дедушкой предложили мне вернуться домой в свою комнату. Там с ребенком нам будет гораздо комфортнее, чем в интернате. А потом приехал Паша. Привез мне мандарины, которые мне, естественно, нельзя. Он даже об этом не знал. У меня аллергия. Куда может? О, за бананы спасибо. Вот бананы я люблю. Спасибо. У меня аллергия! Сука! И я туда. Спасибо. Ну, а так как у тебя дела? Как здорово? И дай потихоньку все. Налей мне воды, пожалуйста. Сейчас. Только из-под крана, не с кулера. Ну, из-под крана воду нельзя. Почему? И что? И что? Так обычная вода, как и в кулере. О, спасибо. Вот тут эта вода вредная, так же самое, как и курение. Вода вредная, курение вредное, все вредное. И вообще в этой жизни. Ой, жить вообще нельзя. И жить вредно, и все вредно. Отстаньте от меня уже все. Ну, когда я пришел к ней в больницу, не рада была. Была на эмоциях вся нервная. Гормоны, наверное, еще с водой с этой, с под крана, еще и хлеща на меня. Вы видели? Ебаный в рот! Да он убьет сейчас всех там нахуй! Потом, блядь, никто съемочную группу не видел после этого интервью. Накричала. Дни в больнице кажутся вечностью. Меня все раздражает. Не могу дождаться, когда меня выпишут. Что? Ладно, я передумал. Там сюжет потом резко изменится, нахуй. И это она всех перехуярила, блядь. А Паша просто давал не показания, не показания, как, этот, как его, подозреваемый. А как свидетель, блядь. Он видел сам, как она убивала всех, нахуй. Привет. Я удивилась, увидев Анжелу. Откуда она знает, что я оказалась в больнице? Я вроде рада ее приходу, но истории про Влада и его девушек мне слушать не хочется. Но, слава богу, она не стала о нем говорить. Что, ты сидеть в телефоне можешь, а написать не можешь, не позвонить, ничего? Блин, ну... Мне Паша сказал, что ты тут лежишь. Блин, опять этот Паша. Паша заботится о тебе, как ты так? Я тебе тут по курсу принесла, держи, поешь? О, спасибо. Блядь, такая девка, ебаный в рот. Я не могу, блядь. Вот вообще, должна быть реально благодарна. Но хотя Паша тот еще хуй. Но, блядь. Ну, серьезно, какие вообще варики, вы понимаете, да? Какие вообще у нее варики на хоть что-то более интересное, чем Паша? Вот кто мне скажет? Это вот что за... Откуда эти самооценки, вылетающие за стратосферу, откуда они берутся в таких людях? Вопрос у меня. Она вечно реально недовольна всем. Ей все, блядь, не нравится. Она вообще, блядь, просто... При этом она что-то гнет какую-то свою линию. С чего вдруг вообще, блядь? С чего вдруг, блядь? У тебя иди там. А то на завтрак сегодня опять овсянка эта вонючая была. Да, это тебе, бабушка, у меня овсянка. Угу. О, блинчики. С чем? С мясом. Она мне сказала, что она будет мне помогать с ребенком, если что. И еще сверху как бы сказала, что... Откуда в этой девушке такая, ну, отзывчивость? Почему вдруг? С чего? Чем это вот заслужило все то, что сейчас происходит? Я не понимаю, искренне блядь. Меня поддерживать во всем. Подумай, рассподи. Девочки, давайте чуть-чуть попозже поговорим. Сейчас померяем давление. Я к тому же брат Паши. Ты почему, блядь, нахуй не отвечаешь на его звонки? Как ты себя чувствуешь? Лучше некуда. Вот, Анжелка пришла. Нормально. Жить буду? Определенно жить. Будешь, если с Пашей. Будешь. Все относительно неплохо. Я очень переживала насчет своей беременности, потому что мне говорили, то, что у меня стареет плацента быстро, то, что плод мало набирает в весе. У меня не хватало железа, у меня не хватало гемоглобина. И постоянно мне прописывали какие-то таблетки. И интеллекта еще, блядь. В больнице на сохранении я пролежала почти 15 дней. Ну что ж, для тебя хорошие новости. Выписываем через пару дней. О, круто, меня наконец-таки выписывают. Тебе есть куда ехать? Да, я еду к бабушке. Так, ты должна сказать, о, круто, сэмоционировать, меня наконец-то выписывают. Поняла? Поняла, говори. О, круто, меня наконец-то выписывают. Ладно, похуй, пишем так. 35 недель. Ну вот меня еще поражает, да, что все это время она всю беременность курит. И похуй вообще, просто поебать. Помощь бесплатная. После больницы наши отношения с бабушкой наладились. Конечно, раньше я трепала ей с дедом нервы. Но сейчас все стало по-другому. Я вернулась в свою комнату и хотела спрятаться от всех. Спокойно выносить своего ребенка, чтобы угроза выкидыша больше не повторилась. Так. С квартирой у меня, конечно, прикольчик. Интересный интерьерчик. Так, давайте, Влад. Кто там? Влад. Лиза, это Павлик. Бля. Здравствуйте. Лиза, это Павлик. Когда я услышала звонок в дверь, я подумала, а вдруг это Влад? Может он все осознал и приехал ко мне? Но это был всего лишь Паша. Бля. Бля. Всего лишь Паша. Паша, иди оттуда нахуй скорее. Ну что, как у тебя дела? Да вот, как видишь, дизайн тут небольшой замутило. Шкаф. Вот пытаюсь собрать год уже. Все нормально, еще не родила. Бабушка приперла меня убирать вот это все. Пипец. Помочь тебе? Конечно, помочь. Я одна не справлюсь, тем более с животом. Скажи, куда, чтобы я разгребу, то помогу тебе. Ну, только смотри поаккуратнее с этой макулатурой, а то бабушка за нее войну устроит. Ну, куда это, что складывать? Давай, я разложу. Паша помог собрать мне шкаф. Он мне помогал доски переставлять бабушкины. И этот хлам, этот бабушкин весь помог повыкидывать весь. Спасибо ему, конечно, огромное. Но я... Ну, пусть нахуй идет, если честно. Нахуй мне нужен-то, еб ты, вы видели, нет? Он же мотичина ебаный, блядь. Ничего не планирую с ним. Я не собираюсь с ним не встречаться, не целоваться, ничего личного. Только отношения дружеские и ничего больше. Во многом, конечно, я исправилась. И уже не та скандальная девочка-подросток. Единственное, никак у меня не получается бросить курить. Хоть врачи настоятельно рекомендуют. Ебать ты, конечно, пиздец. Лиза, что ты делаешь? Оскар. Ты почему куришь? Лиза, что ты делаешь? Прыгай. Что ты травишь свое дитя? Я не курю. А что ты в форточке торчишь тогда? Воздухом душу. Это что-то ненормальное. Слушай, тебе вот-вот рожать. Ну, так же нельзя жить. Хотелось бы верить в то, что она не повторит ошибку своей матери. И я, в общем-то, верю, что в ней что-то переломится. Ребенок будет расти, я думаю, что она будет заботиться о ней. То вот, когда проявится в ней материнство, и она будет меняться, она будет другая. Нет, нет, она не похожа на такого человека. Я решительно настаиваю, чтобы ты... Тысяча процентов ребенку пизда. Тысяча, миллиард нахуй. То есть он не... Ну, все будет плохо от психолога. Нужна помощь, нужна беседа с ней. Чтобы тебе объяснили, что, как, почему, как вообще... Еще я заметил, что в первом сезоне постоянно про психолога речь шла, задвигали. Что, типа, необходим психолог. В последних, по-моему, сезонов такого не было. Да, когда мы смотрели шестой, там этого не было. А здесь прям, ну, прям вот... Как будто бы это решение, блядь, вообще всех проблем. Я в этой ситуации себя вести с тобой. Потому что ты совершенно меня не понимаешь, не слушаешься никого. Ей надо обязательно пообщаться с психологом, потому что не понимает, что... Это вред. Она травит своего собственного ребенка. Если бабушка... Ей похуй на себя. Понимаешь, ей похуй на себя. Она курит, ей похуй на себя. Как вам вообще ребенке речь? Ей еще до пизды. Ты что-нибудь придумает, ее не переубедишь. Поэтому мне пришлось записаться на прием к психологу. Здравствуйте. Можно от вас? Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте. Проходи, пожалуйста. Психолог... Ну... Это она у психолога дома. И у психолога нет детей. Располагайся как тебе удобно. Угу. Да. Так удобно, да? Угу. Мы сейчас с тобой проводим такую... Да, так удобно, я бы еще курнула бы. Консультация психологическая. И мне как-то очень важно знать, как ты сейчас себя чувствуешь. У нее, кстати, на... Блядь. Сейчас, секундочку, секундочку. У нее на носках написано спорт. Цена гейм. Очень важно знать, как ты сейчас себя чувствуешь. На здоровье ребенка. Мне, ну, уже сказали то, что... С ребенком все нормально. То есть, ну, есть небольшие проблемы, но там... Незначительно. И, как бы... Пока мне не скажут, то есть, что... Ой, все, критически. Надо бросать курить, я не брошу. Ты знаешь о том, что вот надо... Кайф. ...заботиться о своем здоровье, чтобы ребенок был здоров. Да это я знаю. Психолог Елена... Да как-то я знаю, конечно, блядь. Но курить-то я не брошу, блядь. Константинова убедила меня в том, что сейчас я должна думать только о своем здоровье и состоянии малышки. В будущем курение может плохо повлиять на развитие дочки. И я решила, что больше к сигаретам не притронусь. А вообще, как себя чувствуешь? Ну, слава богу, что это оказывается так. Вот оно все решается очень быстро и просто. Тяжело. Ебало Алина Карра под микроскопом представили сейчас. И как бы... Надо было все сходить забеременеть, и сходить к детскому психологу, бля, и все. И при этом 35 недель до курить, все. Потом прийти, искать, а, да и все, и не буду я больше курить, ебану. Морально и физически. Во-первых, я сильно набрала вес. Меня это очень-очень пугает. У меня появились растяжки. У меня грудь стала больше раза в два. Я покрылась прыщиками. То есть мне это очень-очень не нравится. Я уже не привлекаю там мальчиков, например. Ну, вот есть этот Паша, который бегает все за мной, как говорится. А что за Паша? Паша? Ну, это мой давнейший друг. То есть вообще такой надежный? Да, да, да. Это очень важно, чтобы тебя кто-то поддерживал, заботился о тебе. Здорово, что... Да-да-да-да-да-да-да-да, похуй он же. Что ты в положении? Я говорю, надежный никогда не используйте, если вдруг вам надо будет кому-то сказать какой-нибудь комплимент женщины. Если вдруг такие тут присутствуют. Никогда не используйте слово надежный. Никогда. Это, блядь... Если только рядом с вами не Паша, вот такой вот. Мне это здорово, что ты это приняла. Решила рожать. Вот у меня тут такие листочки, они разноцветные. И на самом деле, жизнь наша, она очень многоцветна. И выбор всегда стоит за человеком, за тобой. Вот очень здорово, что ты выбрала цвет жизни своего ребенка, своей девочки. Ну, выбрала, чтобы она дальше жила, да? Я не жалею то, что посетила психолога. То есть как бы и от души немножко отлегло, и помогла нам немножко. Да и дальше я к ней стала ездить, то есть у нас регулярное было посещение. 38 недель, я ничего не понял. С вас здесь когда-то вот лучше, чтобы было в конце. Пришла Анжела, принесла пирожные. Вот мне нельзя сейчас сладкое. Ну, отмах... Хоть и нельзя сейчас сладкое, я все-таки курнула. Маленького кусочка ничего не будет. Ты говори, как чувствуешь себя? Нормально. Ну, в принципе, у меня ничего не болит. Все уже готово, что скоро малыш будет? Конечно. Я уже... Что-то маленький кусочек... Что-то маленький кусочек-то ни хуя не маленький, по-моему. И физически, и кроватку купила, то есть как бы... А ты родом тоже подготовилась? А-а. Рожать боюсь. Она еще одну достает, блядь. Вы видели, она три достала и еще одну доставала, блядь. Маленький кусочек, нахуй. После угрозы выкидыша я не пропускаю ни один прием врача, потому что очень переживаю за свою малюшку. На очередной УЗИ со мной по традиции пошла Настя. Ничего не будет от одной маленькой коробочки эклеров. Смотрит на нас, видишь? Вот вдовое клубит. Да я двое тоже. И вот так вот держит кулачки, вот так вот пальчики, видишь, держит. Закрывает милючка, то есть вичка неплохо видно. У меня по внутреннему, а на ребеночку претензий нет. Пороков никаких, но я вижу такое сердечко отличное. Ой, так, мухось. Ну, не без этого, я же ее тормошу, и мне нравится. Значит, у нас с одной стороны только нарушение кровотоков. В принципе, так все более-менее не будет. Так, в принципе, все нормально со здоровьем. В последние дни беременности я часто хожу в больницу. Врачи говорят, что родить мне самой будет сложно. Поэтому мне назначили операцию кесарево-сечение, и в роддом я приехала заранее. Когда уже пришло время рожать, я очень нервничала, очень боялась. Ну, я, естественно, как бы и ждала этого момента, но и мне было очень страшно. Перед операцией врачи пристально следят за моим самочувствием, и я снова сдаю все... Она что, бухала, блядь, в ночь? Страшно. Перед операцией врачи пристально следят за моим самочувствием, и я снова сдаю все анализы. И все? Донаточка меньше, чем три. Отлично, спасибо. И вот я иду в предродовую. Там меня подготовили к родам, одели на меня рубашку специальную операционную. А куда операция-то? А? Когда уже? Когда уже? Подождите. Операционная. Помоется и пойдете. У меня уже начали как-то коленочки трястись. То, что вот, блин, меня через несколько минут-то уже разрежут. Вот. Мне было очень страшно, потому что я боялась, что я потеряю много крови, умру, там, или ребенку что-нибудь сломают, когда будут доставать. То есть мне было очень страшно. Мне поставили катетер, а потом поставили капельницы. И начала чувствовать то, что как бы... Больничка норм, кстати, по-моему, да? Выглядит не как-то уебично. Немеет все тело, и меня подташнивало. Я уже не чувствовала ничего. То есть я только почувствовала, как кожа растягивается. То есть они, наверное, разрезали и вот так растянули. Руды протекали, у нее, в общем-то, тяжело. Ей делали кисарево. Ну, вроде все обошлось, все хорошо. Я услышала крик малышки. Я ее... На нее посмотрела. Я заплакала, когда я ее увидела. Потому что, как бы, умиление. Ну, когда она поехала рожать, она мне... Да, блядь, что с ним нахуй? Кто он такой, блядь, этот Паша? Ебаный в рот. В соцсетях написала, что ее положили в больницу. Ребенок родился. Тоже написала о том, что роды прошли, что девочка родилась. Я на следующий день приехал, я ей воды привез. Потому что, в принципе, ей есть нельзя было. Кесарево уже делали. И мандаринов. Я очнулась, у меня болело все тело. А потом, на следующий день, мне принесли малышку. И боль сразу как-то отошла на второй план. Да-да-да, и воды из-под крана, блядь. И, то есть, я уже и возилась с ней, и одевала, и пеленала. Угу. Хоть после операции у меня ужасно болят все швы. Я все равно хочу сама кормить и укачивать ребенка. Кормить и укачивать ребенка? Ты что, море? Прямо почувствовала, что я мать, там все такое. Приходила врач, там рассказывала, что, как делать. Малышку я назвала Василисой. Около недели мы провели с ней в больнице. И, наконец, врач... А что ж не Владиславой? ...сказала, что нас выписывают. Мы на выписке были. Встретили ее. Она была очень рада, что мы ее встретили. Все, принимайте вашу выписку. Ну, поздравляю тебя. Спасибо. Пашу, к сожалению, не отпустили на работе на выписку. А девчонки не смогли уйти с занятий. Поэтому меня забирают в больницы только бабушка и дедушка. Они такие счастливые. Мне кажется, глядя на Васю, они даже помолодели. Все нормально, как роды прошли. Хорошо. Здоровье как? Все нормально, молодец. Ну, молодая, еще все впереди. Что еще, чтобы человек пятеро делал? Проявляла такую заботу о ребенке. Да не уроните, да держите, да холодно. Дед самый милый тут. Милый дед, реально. Такой весь, такой, ну, дед. Уже чувствовалось вот это материнство в ней. Что это ее ребенок, и она уже проявляла об этом ребенке заботу. Мне было это очень приятно. Дед хотел сказать, ты нахуй не лезь в бабуле, бля, сука, я знаю, что делаю. Милый дед, молодец, Оль. Даст еще мужикам мозги проконтронсировать. Дает. Пошли. Я не знаю, как я буду жить дальше, но знаю одно. Моя дочка получит ту материнскую любовь и заботу, которой у меня никогда не было. Да, там, конечно, что-то у них прямо... Я очень благодарна Паше. Он во всем мне помогает. Поскольку я несовершеннолетняя, дочку у меня могли бы забрать. Поэтому сразу после родов он записал ребенка на себя. Паше, спасибо тебе, конечно, большое, то, что записал мою дочку на себя. Я вообще от тебя не ожидала. Блин, реально очень тебе благодарна. Спасибо тебе огромное. Сегодня вечером я на ужин приду. Будь готова принимать гостей. Хорошо, я приготовлю что-нибудь. А что ты любишь? Придумай что-нибудь. Ну хорошо. Удиви меня. Я свою любовь. Секс. Я секс люблю. Можешь приготовить секс? А чтобы у органов опеки и попечительства не было никаких вопросов ко мне, мы с Пашей сегодня в ЗАГСе расписались. И по документам стали мужем и женой. Меня даже не настораживает, что ребенок не мой, готов принять. Я ей объяснил это. Тем более, как несовершеннолетняя, опека ребенка не отберет. Ребенок будет с ней. Я из-за этого беспокоился, что у нее детства не будет ребенка. Еще, говорит, то матери отдадут. Моя дочурка Василиса, или Вася, как мы ее называем, такая хорошенькая. Я ее очень люблю. Днем я с ней повожусь немножко, как бы покормлю, поогукаю с ней, поразговариваю. Скажу, какая она красивая. Ладно. Я не буду никак комментировать, не буду никак осуждать. Это решение каждого, блядь, человека. Это индивидуальная охуня. Но вот честно, со стороны, вот я бы, я бы, я бы никогда в жизни бы, блядь, ну вот это ж, 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 что такое? Это ж куда, блядь? О май гад. О май гад. Ну, больше всего я уставала ночью, потому что ночью она просыпается, капризничает и кушать хочет, и, может быть, ее что-то тревожит. То есть ночью я в ней высыпаюсь, просыпаюсь с огромными синяками под глазами. За все время я ни разу не позвонила биологическому отцу Василисы, не позволила гордость. Я справлюсь сама. Дал бог ребенка, даст она ребенка. А любовь еще встречу. Очень надеюсь на это. Ну да, на ребенка уже будут элементы. Паша вписался, блядь. Когда Паша приходит в гости, он тоже помогает мне нянчиться с малышкой. И, похоже, ему это очень нравится. Так, берешь и кладешь в кроватку. Аккуратно на бочок. Ну, когда я взял в первый раз на ручке Василису, сердце застучало, как будто как своего ребенка. А до этого не стучало, кстати, ни разу. Я себя почувствовала отцом. Бабушку после рождения Василисы как будто подменили. Я ее даже не узнаю. Лиза, может, давай я покормлю, а ты что-нибудь сделаешь? Может, тебе пеленочки погладить? Например, закатишь банки, блядь, эти ебаные, нахуй. Не надо. Ну, что-нибудь помочь. А когда купать собираетесь? Вечером, как обычно. Может, я в шкафу перебрать, что? Да я сама. Как время будет? Как время будет, я уберу с ума. Надо, говори, я тебе помогу. Хорошо. Я же тебе не чужая. Иди покушай. Я тебе все помогу. Хорошего такого, зайтенка маленького, сладкого. Лапочка такая золотая, малистика. Маленькая такая. Приятно было то, что с бабушкой у нас наладились отношения. Бабушка очень умиляется моему ребенку. Она пытается как-то участвовать в воспитании. Вот. И я чувствую себя нужной, я чувствую себя любимой. И мне очень тепло от этого на душе. Но честно, я думаю, что чела, которого показывали типа Влад, или тот, который позвал ее подружески поспать, это был, скорее всего, актер. Процентов на 90, это вряд ли реально тот чел. Я бабушке очень благодарна. Я очень жалею то, что я ее обидела в свое время. Потому что бабушка – это самый близкий и родной мне человек. Хороший парень Паша. Да, блин. Ты присмотрись. Раз ребенка на себя записал, значит, уже говорит о том, что порядочный, хороший мальчик. Я знаю, я ничего не говорю. Знаешь? Ну, молодец. Хоть в этом ты со мной соглашаешься. Все-таки она, наверное, поймет, что Паша – это ее человек. Потому что нельзя думать о чувствах сиюминутных, которые вот сейчас есть. И это как виртуально кого-то там любить. А надо любить тех, кто рядом, кто ближе. Она поймет это. Она поймет, я думаю, что она с Пашей все-таки сойдется. Я очень на это надеюсь. Колеса и улюбается. Самая родная девочка. А дочки такие маленькие, пальчики сладкие. Смотришь на нее и сразу прощаешь тебе все обиды. Все забывается, глядя. Вот имея ребенка, теперь сама поймешь, каково матери тяжело, когда твои дети ведут себя плохо. Или когда что-то не так. Ну, сейчас она ведет себя прекрасно. Ну, слава богу, все впереди. Не торопи события. Я не тороплю. Слава богу, что она есть. Девочки, это в дом. Это не из дома. Девочки, это в дом. Ну, ладно, окей. Будем знать, блядь. Толыми днями бабушка с дедом нянчатся с внучкой. Что бы я без них делала? На улице бы снег все не выпал. Понимаешь? Так, чтобы теплее одевайтесь и смотрите, чтобы ноги это скользко может быть. Ты постели одеялко, но корешку на улицу не выноси. Ну, хорошо, я вас там не подожду. Да, подожду. Бабушка, ты все поняла, что я сказал? Да, да. Ну, все. Ты что, надо спрашивать. Я помогу. Дед на приколе, блядь. Отказываю. Мы стараемся с дедом гулять с ребенком. Мы просто получаем от этого удовольствие, потому что девочка-куколка, очень красивая, хорошенькая такая, предлагаю помощь Лизе. Она отказывается. Она говорит, я справляюсь сама. Ну, думаю, раз сама, значит, все-таки проявляет самостоятельность. Как-то уже на душе как-то теплее становится. Может, действительно, у девочки все получится. Через месяц после родов. Дочка постепенно набирает вес. Она такая хорошенькая и смешная. На днях зашла Настя проведать племянницу. Ну, короче, это, там малая криктела. Ты можешь ее покачать? Да, конечно. Сейчас. Я сейчас выпаду. Ну, у нас. Привет. Ой, какая ты крошка. Ну, что ты мне тут принесла? Носочки какие-то? Да, вещи детские, да, собрала немного. Ну, что ты соску подсеряла? Ну, тихо, нет. Смотри, аккуратно, голову придерживай. На пальце есть вместе с пустышкой. И как она вообще себя ведет? Спокойная? Нормальная, обычная, как все дети. Дает отдохнуть, да? Ну, не всегда. Часто капризничает, часто не дает спать, часто не отойти от нее, поэтому... Ну, может, беспокоит просто, что-нибудь пройдет скорая. Ну, понятно, понятно, что дальше там? Кво врач ходит? Угу. И что, врач говорит, хорошо, все? Угу. Ну, она приходит два раза в неделю, потом месяц нам надо будет в полиэтилен. Матнем, матнем еще, еще матнем, блядь, еще матнем, а еще матнем. Да, то есть он очень хороший мальчик. Хочется открыться ему, хочется попробовать там довериться ему, полюбить его. Но у меня все-таки присутствует некий страх. Но я все равно верю в то, что любовь, она существует, и каждому предназначена своя половинка. Мне кажется, дочка очень похожа на Влада. Если бы он только увидел Василиску, то сразу пожалел бы, что бросил нас. Я решила сходить с Васей к матери Влада. Пусть увидит, какая внучка у нее растет. Супер, супер. Гениальное решение, блядь. Я знаю, что ты дома. Открывай. Мама Влада, когда я приехала к ней, она мне не открыла дверь вообще. Алло, Паш, привет. Можешь меня забрать, пожалуйста? Я около дома Влада. Она мне дверь не открыла, хотя я слышала, что она дома. Паша сразу же примчался за мной. Но он очень разозлился на то, что я пытаюсь наладить отношения с семейкой Влада. Сказал ей, что он поступил с тобой так плохо, а ты до сих пор все любишь его. Что надо уже думать о будущем. Я приехал за семьей своей, блин. Впервые мы с Пашей поссорились. И уже несколько дней он не звонит мне и не пишет. Мне самому не понравилось, что я проявляю заботу, пытаюсь. Она мне рассказывала, что люблю Влада. Ну, меня взбесило это, поссорились. Проведать малышку пришла Анжела. Получается, и ее дочка, и моя Василиска – сводные сестры. За последнее время с Анжелой мы очень сблизились. Можно сказать, что стали подругами по несчастью. Приветики. Привет. Она мне улыбается. Она такая у меня улыбака. Можно я подержу ее? Конечно, бери, только аккуратно. Боже мой, малыш, привет. Странные люди, немного не понимают. Немного что-то не... Ну что, папашка, знаешь, что у него доча? Еще одна. Выражу мнение свое. Мы ему сообщили, ему как бы вообще по боку. У нас с Владом есть общие знакомые. И то есть, как бы они в курсе были, то, что я родила, и наша общая знакомая. Она скинула переписку. Она написала Владу то, что я родила, а Влад ей ответил. И что? То есть, ему было все равно. А его мать? Ну, естественно, братья. Ну, ладно тебе. Я к ней ездила, то есть, я к ней приехала, постучалась к ней в дверь. Я слышу то, что там какие-то движения происходят, а она мне дверь, короче, просто не открыла. Ну, а дома была, да? Ну, я слышала то, что как бы там какие-то шевеления были. Вот. И мне пришлось позвонить Паше, сказать ему, чтобы он меня забрал. Он на меня наругался, сказал то, что вот, типа, что ты туда ездишь. Поставил меня перед выбором. Перед выбором? Или он, или Влад. Ну, я ему ничего не ответила, то есть, как бы, ну, я не хочу терять такого. Перед выбором? Каким выбором, если вообще нахуй вообще, блядь? Ты что, блядь, нахуй? Какой выбор, блядь? Надежного человека, как Паша. Ну, правильно. Сиди с Пашей, как бы, Паша тебе помогает. Помогает тебе с ребенком. Когда ребенка еще не было, тебе помогала Влад, что? А Влад ничего. Я, конечно, ты можешь подать на Влада на алименты, чтобы он тебе помогал? Я не собираюсь, как говорится, не тронь, пока не завоняла. Ну, смотри. Вон, я тоже его жалела. Да, 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 именно поэтому я и поехала к его матери, потому что не хотела трогать, чтобы воняло. Не подавала уже в итоге два годика, и он мне не платит еще. Но я уже подала на алименты на него. Я прислушалась к советам девочек. Паша, на самом деле, очень хороший человек. Ого. Господи, блядь. Бабушка с дедушкой уехали на дачу и забыли мне оставить деньги. А у Василиски закончилась смесь. Я написала Паше, что мне срочно нужна его помощь. Кто там? Это Павлик. Привет. Звонит был мне. Да, Паш, прости меня, пожалуйста, я погорячилась в прошлый раз. Я правда не хотела тебя обидеть. Прости, пожалуйста. И что, страшно? Ну, когда я приехал, она извинилась. Думаю, извинения искренние были. Я хотела тебя попросить. Можешь мне смесь, пожалуйста? Да, искренне. Очень. Девочку. Ладно, еще что надо? Нет, больше ничего не надо. Ну, хорошо, сейчас сходу. Спасибо большое. Я в очередной раз сделала для себя вывод, что Паша замечательный человек, а про Влада я больше никогда не буду вспоминать. Ну, ну, как бы, благодарю, что вот нашелся такой человек, который не бросил ее. А к себе все равно не подпускает. Я буду все равно добиваться, чтобы не только запись в паспорте была, а чтобы отношения у нас были. Эбать ты, дурочек, нахуй, эбаный ворот, блядь, извините. Через два месяца после родов. Василиса исполнилось два месяца. Она растет не по дням, а по часам. Я самая счастливая мама. Бабушка с дедушкой пригласили меня и Пашу в ресторан. Отметить день рождения внучки. Молодцы, молодцы, не замерзли. Ну, здрасте. Это что такое за ресторан такой интересный? С одним столом, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, хорошо. Здравствуйте, папа. Здравствуйте. Отметим сегодня день рождения. Павлик, ты молодец. Бабушка с дедом уже в открытую сватывают меня за Пашу. Но я не хочу торопить события. Пока мы с ним только начали встречаться. За последнее время я стала мудрее. Теперь на многие вещи я смотрю по-другому. Пашу я очень уважаю и ценю. Так это про мудрость была в серии, а мы не поняли. Пусть к нему появится со временем. Я к ней с заботой всегда отношусь. В дальнейшем хочу предложение сделать. Хочу сделать так, чтобы это неожиданно для нее было. Ну что, надо... Вы очень хорошо смотрите себя. Да это просто в любой момент можно сделать. Будет неожиданно, блядь, Паш, поверь. Прям даже похуже можно. Для тебя уж точно. Так сказать. Спасибо тебе, Павлик, за заботу, что ты заботишься о нашей внучке. Может быть, уже пора подумать и о свадьбе? Серьезно? Серьезно? Серьезно, блядь, а? Паш, очень серьезно, блядь, нахуй, а? Давай, блядь. Как отношения? Пока спешить не будем. Еще ребенок маленький пока сейчас. О ребенке заботу надо. Ну не сейчас, конечно, но где-то летом. Ну где-то завтра. Паша, он очень хороший человек, правда. И я это поняла, правда, поздновато. И я думаю, что, возможно, в дальнейшем у нас даже что-то и получится. То есть, возможно... Точно нет. Я буду стоять в этом же белом платье, уже с фатой, и в песне, танце. То есть будет свадьба, как я мечтала. Точно нет. Хочу сделать своих девочек счастливыми. Василису и Лизу. Стараюсь, работаю над этим, чтобы добиться. Свои 16 лет я прошла через многое. Это и предательство, и жестокость. Но благодаря ошибкам я научилась главному. Разбираться в людях и оценивать их не только по внешности. Я постараюсь для своей дочки быть лучшей мамой. Для Паши заботливой женой. А для дедушки и бабушки примерной внучкой. Я думаю, у меня все получится. Ведь впереди целая жизнь. После рождения дочь... А до этого ее не было, блядь. Я поняла то, что тепло, заботу не заменит. Вроде что-то чувствую. Макс, спасибо за хороший вечер. Да не вопрос. Вообще не вопрос. Как раз так. Мне сейчас спокойно, и я чувствую себя счастливой. Итак, небольшой вывод. Сделаем такой микровывод по поводу того, что мы сегодня посмотрели. Меня поражают люди, которые готовы жертвовать своей собственной, блядь, жизнью. Во благо каких-то людей, которые ничего абсолютно не сделали. Никак не достойны этой жертвенности. Просто в данном вот... В данном Павле, который был сегодня в выпуске, говорила исключительно его... Я даже не знаю, что. Я не знаю, как назвать эти внутренние ощущения, которые его двигали, но будем считать, что пускай это честь и достоинство настоящего мужчины. И именно поэтому он решил наплевать на как раз таки свое достоинство и на свою честь, и подбирать за какими-то людьми что-то весьма странное, на мой взгляд. На мой взгляд. Опять же, это мое мнение. Я могу ошибаться. Кто-то скажет, что не, Паша вообще красавчик. Таких бы парней, таких на самом деле мало. И вот поэтому девочки остаются одни. И вот, видимо, в этом виноваты как раз таки эти самые парни, судя по всему. Не настоящие мужчины, так называемые. Теперь, что касается самой девки. Супернеприятная баба, которая явно для самой передачи старалась еще как-то себя адекватно вести, но когда ее подснимали в реальности, и это было не наиграно, она постоянно была недовольна, блять, всем нахуй. От ебаной воды... Серьезно, тебе пытаются воду принести хорошую. Она, блять, просит другую. Просто лишь потому что... Потому что. На то у нее аллергия, на то пятое, десятое, то не то. Это зеленая, это красная. Короче, супернеприятная девка, которая с каким-то невероятным самооценочным потенциалом, который стремится в бесконечность, блять. Считающая, что ей все должны, и она может найти себе какого-то того самого невероятного принца, блять. Хуй знает, с чего она это взяла, но да ладно, но да ладно. Вот. По поводу пацана, который изначально все это намудил, тут, конечно, чисто по приколу. Понятное дело, что это был актер, и, скорее всего, в реальности того чела они даже и не смогли найти. Он вряд ли вообще вышел с ними на связь. Но тот факт, что девки почему-то хотят всегда нарваться на какие-то очень странные ситуации, и что ее наебали так дешево и так легко, что, типа, это его двоюродная сестра, бля, господи, боже ты мой, боже ты мой. Кошмар. Просто кошмар. Ну и вообще, в целом, я удивляюсь, что девки как будто бы, ну, в данном случае, так как главные персонажи здесь герои, это девки, вообще не думают башкой. Вроде как, вроде как, где-то я слышал, где-то я слышал, что мадамы развиваются куда быстрее мужиков. То есть мы, пацаны вообще, они как, у нас узконаправленная история, мы можем быть в 15 лет реально гениями какого-то одного дела, там, в математике, не знаю, в спорте, еще в чем-то. Когда девочки уже в 15 лет, они уже все-таки развиты, и все такие уже утю-тю-тю-тю-тю-тю, и в 16 лет, вот, пожалуйста, уже, уже рожают, блядь, вот. Но вот думать, не думают вообще, блядь, а надо думать. Это пиздец какая, чуть ли не важнейшая, так. Я тебя люблю. Смотрю Смюсель, выпуски про отношения. Любовь. Брак лучший, важный, нужный. Да не за что. Вот, короче, думать, это самое важное свойство человека. Пожалуйста, используйте. Все. На сегодня все. Спасибо, что были. Те, кто смотрит это в записи на ютубе, помните, что все это можно увидеть и в прямом эфире, прямо как сейчас это смотрели люди на твиче. Чтобы не пропускать, подписывайтесь на телеграм-канал, который, наверное, где-то сейчас на экране, и в описании. И тогда мы будем с вами видеться чуточку чаще. Сейчас у меня заканчивается медиалига, и я уже смогу полноценно и стримить, и, собственно, заниматься деятельностью на ютубе. Из-за того, что я, собственно, посвятил себя очень сильно КСу, я, конечно же, этот месяц немножечко по контентику профукал. Но скоро все будет. Все будет. Все. Всех обнял. Все большие молодцы. Давайте. Давайте.